Шалом дорогие друзья, братья и сестры, друзья наши, также партнеры служения нашего МСМ. Я вас приветствую, с вами пастор Михаил Шагас. И это новый выпуск передачи «Тайны Царствия Божьего». И тема, на которую я бы хотел поговорить, я хочу назвать «Доминирующая жизнь Христа в нас». Доминирующая жизнь Христа в нас. И давайте красненько помолимся и пойдем в Слово, как Дух Святой будет нам говорить. И эта передача, я верю, будет действовать вне времени и вне расстояния. Она будет касаться многих жизней. Дух Откровения будет менять наше мышление. Дух Откровения и Божьей премудрости будет поднимать нас на новые высоты. Хождение во Христе Иисусе, в Божьем Царстве. И, Отец, я молюсь за каждого, кто будет смотреть эту передачу. Я прошу тебя, Дух Святой, коснись во имя Иисуса Христа. Я прошу, коснись каждого силой Святого Духа. Я высвобождаю силу и огонь Духа Святого для каждого. Я верю, что будет свидетельство. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. И высвобождаю прямо сейчас божественное исцеление позвоночника для Надежды. Я увидел, Господь мне показал сейчас женщину, вас зовут Надежда. Вам 55 лет, и у вас проблема внизу позвоночника. Господь прямо сейчас исцеляет вас, просто принимайте. И какая бы ни была у вас болезнь, я верю, что рука Господня не сократила, чтобы спасать. И его ухо не отяжелило, чтобы слышать. Я молюсь, чтобы всякая болезнь, всякая немощь были разрушены силой Святого Духа. Онкология, сердце, аритмия, мастопатия, бронхиальная астма, мигрень, болезнь желудка, болезнь суставов. Я аннулирую все эти болезни. Если какая-то опухоль, я приказываю исчезнуть во имя Иисуса Христа прямо сейчас. И я прошу тебя, Господь, коснись каждого, даже исцели того, чью болезнь я не назвал. Я высвобождаю огонь Духа Святого против всякой болезни. Спасибо тебе, драгоценный Святой Дух. Спасибо тебе, дорогой Господь. Спасибо тебе, Господь. Также я вижу человека, я увидел 1-9-8-8, это год вашего рождения, сентябрь. Вы родились 14 сентября 1988 года. Ваше имя Вячеслав. Я, может быть, не до конца увидел это в Духе, но как Вячеслав или Владислав. Вот, я увидел. И у вас повреждения, вы повредили правую руку. И у вас есть проблема в правой руке. Прямо сейчас Господь, Он знает вашу нужду. И Он высвобождает силу Святого Духа на вас прямо сейчас. Могущественным именем Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. И я прошу, чтобы ты говорил сейчас через Слово даже. И вел так, как ты хочешь. Могущественно и великое имя Иисуса. Давайте откроем, дорогие друзья, 2 Коринфянам, 5 главу. И будем читать Священное Писание с 4 стиха и далее. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Хочу обратить внимание, что Духа мы видим здесь с большой буквы, то есть Святого Духа, Божьего Духа. И давно, когда у нас была школа, онлайн-школа, мне задали вопрос, что имел в виду апостол Павел или как понять, что значит это высказывание, дабы смертное поглощено было жизнью. И вы знаете, это очень глубокое местописание. Давайте немножко с Божьей помощью и с помощью откровения от Господа мы разберем, что же здесь Господь хочет нам проговорить сегодня. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем... Давайте будем детально разбирать это местописание и слушать Духа Святого. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Итак, о какой хижине и о чем Дух Святой хотел нам сказать через это послание апостола Павла. И я думаю, что слово «хижина» у меня ассоциируется, и Господь мне так открыл, что это говорится о нашем физическом теле, о нашем человеческом разуме, который лимитирован, о нашем физическом теле, которое еще лимитировано. И хижина мы видим в хижине границы. И что здесь написано? Что мы, находясь в этой хижине, кто есть мы? Мы не есть хижина. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы понимали, что мы не есть это тело. Некоторые люди думают, что они являются телом, но вы не тело. Вы Дух, имеющий душу и проживающий в теле. Вот как апостол Павел пишет в хижине. И вы знаете, хижина – это всегда ограничение. И наш Дух, дорогие, наш Дух – божественный Дух. Наш Дух рожден от Святого Духа. Наш Дух имеет божественное начало. И Он является божественным. И нашему Духу, как здесь написано, воздыхаем под бременем. То есть не наше тело воздыхает, но наш Дух. И также наша обновленная во Святом Духе душа. Божественные эмоции, которые нам дает Бог. Божественные амбиции также и веру, которую нам дает Бог. Но что-то не позволяет. И это хижина. Это хижина. Это наше человеческое тело, которое иногда пытается болеть. Это также наше мышление. Хижина – это наш разум, верхний разум, который пытается нас всегда лимитировать. Хижина – она имеет четыре, как минимум четыре стороны, четыре стены, которые нас лимитируют. И дают границы определенные. Кто был у нас на школе, также знает, что я учу о четырех реках, которые вытекали из Эдема. И вот эти четыре реки, они лимитируются четырьмя стенами хижины. Это духовная сфера, это душевная сфера и сфера отношений также. Это физическая наша сфера и также материально-финансовая сфера. Все четыре сферы, они ограничиваются. Если мы живем, отталкиваясь от хижины, от плотского понимания, от человеческого понимания. Дорогие, и смотрите, что здесь написано дальше. «Потому что не хотим совлечься, но облечься». Что значит «облечься»? «Облечься» – это значит одеться. А во что же одеться? Читаем дальше. «Чтобы смертное…» Что есть смертное, дорогие друзья? Смертное – это то, как раз-таки, что и лимитирует нас, дорогие друзья. Смертное – это и есть хижина. От которой мы воздыхаем, которая нас ограничивает, пытается постоянно ограничить. О, Дух Святой, спасибо тебе. Спасибо, что ты Дух безграничный. И я верю прямо сейчас. Дух Откровения просто расширяет ваши границы, вашего понимания Бога. Вашей веры, на что вы способны в Иисусе Христе. Написано, Слово Божие говорит, «Все могу, укрепляющее меня, Иисусе Христе». «Все могу» – это безграничная, безлимитная и запредельная вера Христа в вас. Посредством драгоценного Святого Духа. Чтобы смертное поглощено, написано, было жизнью. Что такое смертное поглощено жизнью? Поглощено – это как, знаете, проглощено. Но смертное, то есть ограниченное, больное, нищее, нуждающее, оно может быть проглощено, если оно будет меньше. Другими словами, наша небесная ментальность должна перерасти в земную ментальность. Тогда небесная ментальность, она проглотит земную ментальность. И тогда вы сможете царствовать на земле, как и на небе, безлимитной и запредельной божественной вере, которая способна переставлять горы вашей жизни. И я желаю, чтобы каждый из вас был захвачен настолько. Другими словами, также ваш Дух – это божественное начало вашей жизни. Он должен перерасти ваши эмоции. Он должен перерасти ваше тело. Он должен перерасти вот эту хижину, которая пытается нас постоянно контролировать и лимитировать. Хижина, она должна быть маленькой и незначительной по сравнению с Духом, который хочет расти за пределы этой хижины. За пределы. В Боге нет пределов, дорогие друзья. Пределы только в хижине, в плотском, лимитированном мышлении. И Господь хочет, чтобы ваши корни были только в Нем, не в этой земле, не в каких-то человеческих пониманиях, а корни в безлимитном Духе. И я благословляю каждого из вас, чтобы божественная вера, она обладала вами. Чтобы божественная вера, она доминировала вами, вашим мышлением и управляла всеми обстоятельствами вашей жизни. О, Иисус! Спасибо тебе! И я верю, что в этой передаче кто-то сейчас будет принимать Дух Веры, кто-то примет Дух Веры для тех подвигов, которые вы когда-то мечтали осуществить, но что-то вас сдерживало. И после этой передачи ты будешь переполнен и прямо сейчас переполняешься Духом Веры, Духом Завоевателя новых пределов. Спасибо тебе, Иисус! И я благословляю тебе, дорогой друг, могущественное и великое имя Иисуса Христа. Позволь этой жизни Божьей, текущей из вас, поглотить все смертное, все ничтожное, все больное, нищее, все, что имеет лимиты и не дает вам расти дальше. Позволь жизни Иисуса Христа доминировать вашей жизнью. Доминирующая вера и жизнь Христа в вас. Иисус даже сказал, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И вор, он пытается постоянно синхронизироваться с этой хижиной, со смертным. Но Иисус говорит, я пришел для того, чтобы ты имел жизнь и имел ее с избытком. за пределами возможного. И это воля Божия для тебя. За пределами возможного. Чтобы Царствие Божье, оно окружало тебя всегда и везде. И управляло твоей жизнью. Чтобы Дух Святой стал настолько реален, насколько реален ты сам для себя. Во имя Иисуса я благословляю тебя. Пусть Дух Святой произведет в тебе эту веру. И пусть его жизнь захватит тебя. Во имя Иисуса Христа. С вами был пастор Михаил Шагас. Аминь. Также я хочу поблагодарить наших партнеров служения МСМ, благодаря которым также стала возможна запись данной передачи для благословения народов. И если вас благословляет наше служение, и Господь касается вашей жизни, вашего сердца, вы также можете стать партнером нашего служения и связаться по телефону, также e-mail, находится ниже по ссылочке в описании. И прямо здесь. Субтитры создавал DimaTorzok